Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы считаем, что ученик на картине взевает. А теперь, внимание, ответ на этот вопрос. Ответ, ответ. Считаем, считаем. Итак, повторю вопрос. Кого австралийцы называют морской осой? Капитан, кто отвечает? Опять же, это человек в кадре. Нам кажется, что это какая-нибудь ядовитая буденная змея, которая живет как раз около Австралии. Есть кораллы, а эта змея живет около кораллов. Нам кажется, что это ядовитая буденная змея. Так, вопрос номер два. Закончите надпись на древней китайской вазе. Тот, кто почуял ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а что? Время. Итак, давайте я повторю вам, что это у нас. закончите надпись на древней китайской базе тот кто подчумел ветер перемен должен строить не щит от ветра а что-то еще что именно должен строить мудрый человек капитан кто отвечает только это услышал было несколько гипотез и свое право выбирать про кто отвечает все ответ был мельница и это абсолютно правильный ответ внимание вопрос что индейцы чероки называют следом собаке время знаменитый капитан кук составляя смету экспедиции включил в список необходимого кислую капусту фруктовый сироп и лимонный сок однако британское адмиралтейство отказалось выделять деньги на эти продукты сочлять сочная их излиже тогда кук перенес эти продукты из списка еды в другой необходимый в любом походе список в какой список внес все это капитан кук время вопрос номер восемь это простенький вопрос на этот раз древние руси называли ломанными числами время итак у нас итак а кстати тут на столе очень интересно тут практически все указывает поэтому потому что пустые поля закон в области закон в области и требующих вопросов а так и плиц скажите спасибо что не прищете пять пять это было бы еще интереснее да итак расслабьтесь у вас есть еще достаточно много возможностей вопрос номер один а какое блюдо придумал в семнадцатом веке итальянец марко арони время ма 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 так ну что ребята обсуждение судя по всему прекратилось А может, вы даже хором это ответьте, судя по тому, как обсуждали и три, и четыре. Макароны! Умничайте, второй вопрос. Второй вопрос. Греки делали их из сандалового дерева и использовали их для защиты некоторых частей своего тела. Назовите их. Время. Сандаловый дерево. Сандаловый дерево. Сандаловый дерево. Нельзя не называть сандалов. Сандаловый дерево. 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 Это сандарин. И это второй тоже правильно. Итак, мы хотим всего в одном ответе от победы в финальной игре сегодняшнего турнира. Внимание, вопрос. Тишина встали. Пожалуйста, тишина. Первые оранжереи появились во Франции в XVIII веке. Как вы думаете, для выращивания чего? Время. Вы все присели? Пандарин. Нет, мы говорим. Пандарин. Что надо делать? Пандарин это там же. Итак, тишина в зале. Важный ответ. Капитан, кто отвечает? Это опрессилин. И это победа в игре. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ